21 марта в Махачкале состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов Алиак. Заседание проходило под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Наримана в Думу Талибова, который, в свою очередь, отметил, что данные проекты положительно повлияют на социально-экономическое развитие Республики. Так как при реализации пяти инвестиционных проектов в южных районах Республики, два в сельхозяйственной отрасли и три в туристической, планируется создать около 300 рабочих мест. Министерство с прородом Республики Дагестан совместно с председателями и инициатора проекта разработана дорожная карта. По реализации проекта в том числе планируем меры государственной поддержки в рамках мероприятий государственных программ Республики Дагестан, развития сельскохозяйцев и регулировanie рынков сельскохозяйственной продукцией, сырья и продовольствия. Планируем господдержку инвестиционных проектов. Первое. Ориентировочный объем затрат на приобретение технологической оборудования, как и работка мяса, включая угольный цех, а также молока, составляет 45,2 миллиона рублей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Мухтар Бияджеков также рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов «Алиак» в серии АПК. На сегодняшний день проектом по созданию инвестиционно-молочно-товарной фербы на 400 фуражных коров предусмотрено строительство зданий и сооружения приобретений племенного дойного стада, автоматизированное доение коров и многое другое. По данному вопросу также выступил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гусейн Гусейнов, который более детально рассказал о туристических проектах. Он заявил, что в реализации строительства гостиницы на 60 мест в селе Касумкен Сулейманстальского района проблем нет. На сегодняшний день на земельном участке ведутся строительно-монтажные работы. Заключен договор с ПАУРОС-сети Северный Кавказ, Дагенерго. Получены технические условия, электроснабжение и газоснабжение. По второму созданию туристического здравоохранения комплекса «Пул-Ятар» в Сурманстарском районе проект планируется в рекламном режиме, ведутся проектно-искательные работы. Имеется потребность увеличения электрических мощностей до 1000 кВт, при имеющем 100 кВт. В ходе заседания представитель ООО «Алиак» Валерий Дугинов заявил, что руководители министерств и ведомств всегда на связи и пытаются помочь в реализации проектов. А также он рассказал о некоторых проблемах. Основная проблематика – это дорожная сеть, которая позволит в кратчайшие сроки реализовать данный проект. Получаются две проблемы. Это подведение сетей и дополнительные 600 кВт. То, что мы провели 200 кВт, это было ранее сделано. Получили технические условия, установили столбы, это все за свой счет и транспортировали под станцию. А на сегодняшний день, за счет того, что укропнился проект, необходимо дополнительно 600 кВт. Вот это основные две проблемы при реализации. Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов выступил с докладом, касаемо предоставления дополнительных земельных участков «Алиак» и регистрации прав собственности на объекты инфраструктуры инвестиционной площадки «Золотые пески». На сегодняшний день уже осуществлен предварительный подбор земельных участков. Из них пять идентифицированы как земли, имеющиеся в собственности республики. В настоящее время по каждому из них проводится монетаризация, уточнение границ земельных участков. Работа, думаю, что займет ориентировочно от 10 до 15 дней. И после этого мы будем понимать, по каким из них будет приниматься решение в случае согласия арендата за наступку права или предоставления субарендов по земельным участкам. В завершении заседания вице-премьер Нариман Абдул-Муталибов подчеркнул важность реализации вышеперечисленных инвестпроектов для региона. Нам надо посмотреть еще раз, как реализовать вот эти инфраструктурные мощности. Поэтому, Артур Главович, я попросил бы вас вместе с коллегами еще раз собраться с этими инвесторами на вашей площадке. Как-то вы профилируетесь, ваше министерство в этой части, ваши специалисты выезжали. Может быть, у вас соберете вы пять инвесторов и главу Лебенского района дадите предложение, как быть. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.